Девушки отдыхают Ведь это замечательно, когда люди, слабые физически, но сильные духом, могут заявить о себе и обратить на себя внимание. У нас в гостях главный специалист Министерства труда и социальной политики Луганской народной республики Тищенко и Екатерина Фауна. Пожалуйста. У нас есть свои определенные сложности, но наша задача помочь вам их преодолеть. В городе уже есть и пандусы, и светофоры со звучанием, но это, конечно, небольшая доля того, что вам необходимо. И, естественно, в сегодняшний день международный, мне выпала такая честь, мы поручили министра труда и социальной политики Луганской народной республики Малахова Светланы Анатольевны Поживать вам здоровья, жил, энергию и оптимистами в этой жизни, вот сложный. Но на жизнь люди-энтузиасты, которые поддержали, не дали развалиться вашему обществу, которые сплотили вас, объединили. И начинается день с белой тройки. И этот день призван обратить внимание всех в обществе на то, что рядом живут люди, которые сейчас очень гуманно во всех директивных документах называют уже даже не людьми с ограниченными возможностями, а людьми с особыми потребностями. Подчеркивая тем самым, что помимо ограничения в возможностях у этой группы людей есть потребности быть признанными в обществе, реализовывать себя в творчестве, в проектах. Чуть больше года отеляет нас от того момента, когда над городом был объявлен движение в тишине, и город приступил к своему восстановлению. Но символом возрождения города является даже не то, что ремонтируются здания, дороги и садятся новые деревья. Символом возрождения города на мой взгляд жизни любого человека это общение. Это когда есть, ты общаешься с такими людьми, как ты, ты общаешься полноценно с окружающим миром. Поэтому я вам желаю, что, вот я смотрю, сколько вы поете, сколько вы считаете, сколько вы делаете в сфере нашей работы. Поэтому я вам желаю, чтобы у вас действительно всегда было предназначение в душе, у вас в душе такие конкурсы. Врадовался каждой примете, а все, кого он встречал, были добрые, как дети. И каждый ему кричал, смотрите, с дорожки не сбейтесь. А человек молчал, и только лицом был светел. Ему говорили, брат, ты только не падай духом. Желали ему добра и на свадьбе. ПЕСНЯ 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 Октябрь — это лебединая песня года. И в народе говорят, октябрь за день всем жен ремянный. Селит, леет, кручит, мутит, рвет, сверху льет, еще и снизу метет. И именно об этом времени года поет Николай Дугин «Осень прохладная мать». Песня «Осень прохладная мать» Песня «Осень прохладная мать» Песня «Осень прохладная мать» Продолжение следует...